Ни один человек, который наказывает близкого человека, никогда не понимает, сколько боли он ему причиняет. Ни мужчина, ни женщина. Это невозможно понять. Теперь я вам расскажу другую историю. Я решил проверить теперь, что я вытворяю по отношению к своей жене и какие силы меня заставляют это сделать. И когда я разгневался на свою жену и решил ей с позиции своей лекции сказать правду жизни, которую она не знает, я же все знаю, вот, я пошел ей говорить эту правду. И в этот момент я себя поймал на этом и начал искать силу, которая меня заставляет это сделать, которая наказывает ее, мою жену. И эту силу я в себе не смог найти. Представляете? Нам Бог дал возможность даже увидеть силу, которую нас наказывают, через которую, которая нас наказывает, высшую силу. Но, как мы наказываем близких людей, нам не дано даже увидеть эту силу. Мы не можем даже, настроившись на это, понять, что нами кто-то руководит в это время. И вдохновляет нас наказать близкого человека. У нас в сердце появляется твердая убежденность, что я должен его наказать. Твердая убежденность просто. И самое удивительное заключается в том, что в 90% случаев это грех. Вот когда ты это делаешь, это не так надо делать. Даже если близкий человек неправ, ты делаешь абсолютно не так, ты разрушаешь его, и ты поступаешь неправильно. Но мы настолько убеждены, что для него надо это сделать, что у нас нет ни малейшего сомнения. Даже тени сомнений нет в том, что я поступаю правильно в этот момент. Представляете, как устроен этот мир? Мы просто как марионетки в руках каких-то сил, мучаем друг друга. И при этом думаем, что виноват близкий человек. Представляете, как устроен этот мир? Это мир очень глубоко, непонятно нам, очень тонко. И когда человек отказывается от того, чтобы обвинять кого-то по отношению к своей жизни, и просто начинает молитву, прощение, желать всем счастья, то этот человек обретает высшую мудрость жизни. Мало того, Бог ему много чего, что прощает. И человек в результате обретает способность глубже понять свою судьбу, начинает понимать, за что он и как наказан, и так далее, и тому подобное. Понимаете, очень много-много откровений человек получает в жизни. Или, допустим, Бог дал, допустим, семью такую, что у тебя одна вера, а у близкого человека другая. И вот люди мучают друг друга и мучают всю жизнь. Поднимите руку, у кого такая ситуация? Недопонимание, зависть, злоба, несчастье, страдания. А вот, допустим, вам пример, как надо правильно. Я вам, наверное, уже включал эту песню, да? У тебя крест, у меня луна. Нет? Включал? Нет? Сейчас послушайте. Такая песня удивительная. Человек написал. Спел еще. Ты читаешь Библию, а я гам. Ты слушаешь святыню, а я разом. Ты читаешь молитвы, а я намаз. Какая разница, кто мы, Бог за нас. У тебя крест, у меня луна. И помни, я не один. И ты не одна. С тебя на нас смотрит. Великий Аллах всегда с нами. И Богу, Он в наших сердцах. Слава Аллаху, что ты моя, И шала вместе, навсегда. Люблю Аллаха. Я одного от тебя люблю. Ради него. Слава Аллаху, что ты моя, И шала вместе, навсегда. Люблю Аллаху, я одного от тебя люблю. Ради него. Сына надо любить ради Бога. А не ради его счастья. И дать ему возможность жить. И тогда вы будете счастливы. Мудрая мать, это та, которая дает возможность ошибаться своему сыну жить. И молиться за него. Любить его ради Бога, означает, что вы любите одного Бога, а всех остальных люди ведь и ради него. И тогда у вас все укладывается в голове. Вы тогда не страдаете от ошибок своего сына, а наоборот дарите ему энергию Бога. И поблагословляете его прожить свою жизнь, как он может. Вот как у него силы хватает. Потому что вы тоже ошибались в своей жизни. У вас тоже была такая любовь, которую вы неправильно сделали. Все было так же. Но вы себе позволяли так жить. А ему не позволяет. Потому что вы привязаны не к Богу, а к сыну. В этом ошибка заключается. Когда человек привязан к Богу, он дает возможность людям жить, ну, как они могут. Допустим, ребенок не такой, как вы. Он слабее вас, допустим, ребенок. Но если вы ради Бога для этого ребенка живете, то тогда вы не будете страдать от того, что Бог вам не дал такого, как у вас, ребенка, как вы. Но вы потом узнаете, что Бог вам дал хорошего ребенка. Потому что, когда вы будете ради Бога заботиться об этом ребенке, в нем самое лучшее все раскроется. А если вы будете ради своей мечты заботиться, то он погаснет, этот ребенок. Потому что мечта чаще всего не соответствует тому, что есть на самом деле. Вот, допустим, ребенок должен быть... Я вам просто расскажу историю, которая реально случилась. Один мой знакомый, Геннадий Хакимов, он тоже читает лекции. Он видел эту историю своими глазами в своей жизни. Один ребенок, он хотел все время быть водителем. А родители верили, что он должен быть инженером. Это было еще давно, когда эта специальность была очень престижной. лет, может, 50 назад. Вот. И родители очень сильно настаивали, чтобы ребенок учился вот этим. И потом они его отдали в институт, чтобы он учился на инженера. И этот мальчик страдал, все время страдал и стал юношей, тоже начал страдать. В конце концов, он начал пить от того, что безысходности, от того, что он не может делать то, что ему нравится. В конце концов, он бросил институт и начал работать водителем. Но так как он уже потерял себя в жизни, он был в полном отчаянии, то он начал бить свою мать к этому времени уже. Отец не выдержал, вообще ушел из жизни, глядя на это, на все. И этот мальчик, в конце концов, бросился с какого-то там этажа и погиб. А результат просто желание родителей, чтобы он был инженером, понимаете? Вроде бы неплохое желание. Но это желание было основано на их собственном понимании своего ребенка, а не на том, какой ребенок есть на самом деле. И запомните, в 90 случаях процентов так оно и есть у всех. И в чем заключается экзамен? Ты просто люби Бога, а сыну дай возможность жить. Но если ты будешь любить сына, то тогда ты будешь любить в нем свою мечту и погубишь его жизнь. Может быть, не до такой степени, но до какой-то степени. Часто дети, они не знают, чем в жизни заниматься. Причина – их любовь, их родители, которые их тащили туда, где не является их природой. Ну а чтобы понять природу ребенка, надо его оставить в покое. Она сама раскроется. Как одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, у меня такой сын дурак, просто дурак, балбес. Я говорю, ну а чем он занимается? Она говорит, да в школу вообще не ходит. Я говорю, а ну а чем занимается? Да в сборной хоккеи Москвы по хоккею юношеской. Я говорю, батюшки. Да кто же балбесный тогда? То есть ребенок стал уже в сборной Москвы по хоккею. Представляете, какой талантливый ребенок. Ну естественно, ему там в эту школу некогда ходить. Он своим делом занят, этот ребенок. Развивается, потому что этого природа. А мать не понимает этого. Почему? Потому что она хочет от него чего-то другого. В результате она рушит свою жизнь, потому что она несчастная. И рушит его жизнь. Потому что он тоже становится несчастным рядом с такой мамой. А причина, почему у всех этих несчастья в том, что она верит в сына, а не в Бога. В ней неправильная вера. Видите, вера это основа жизни. Во всех вопросах. Допустим, если ты чувствуешь, что страна, в которой ты живешь, неправильно создана. Или, допустим, у тебя на заводе все неправильно создано. Знаешь, что это создано все абсолютно правильно. Это все для тех людей, которые здесь живут. Бог всем здесь все контролирует. Все здесь абсолютно правильно. Но самое удивительное заключается в том, что если человек это понял, то он начинает контактировать с другими силами, которые в этой стране ему показывают совсем другие вещи, не те, которые он видел до этого. Представляете, какое чудо. Вот человек, который вообще ненавидит всех вокруг, он попадает в невежественный слой жизни, его начинают окружать только бандиты, только злые люди, под которые постоянно опасность от них идет, они даже убить его могут. Если человек просто постоянно ворчит, он упахивается, ему ничего не надо, кроме своих денег, своей квартиры, он попадает в такой слой жизни, где все он видит в плохом свете. Слона плохая, денег нет, все плохо, и он как бы вот так вот живет. А если он начинает всех уважать, верить в страну, верить в Бога там и так далее, бац, его Господь выводит в другой слой жизни, и он начинает попадаться, ему добрые люди, которые помогают в жизни, ему дают хорошую работу. Вот сегодня я видел такого человека. Женщина много-много-много лет уже работает стоматологом. Даже когда еще вот крутили вот эти вот машины, люди крутили, чтобы сверлить зубы. Она еще такой аппарат тоже знала. Вот она мне починила зубик с любовью. И после еще немало того, что она мне чинила зубы, она еще мне развлекала, рассказывала, что-то мне постоянно. И такое счастье мне принесла, я сидел и слушал с открытым ртом ее. И даже не нужно было обезболивать даже рот. Так хорошо она лечила. И она всех любит там. И все нормально. Ей говорят, не иди туда, не работай вообще. Говорит, это там звери одни. И так прямо сказали в этом месте. Я не скажу, где они, чтобы не сплетись. И ей говорят, там звери одни вообще работают. Ни туда не ходи. И она пришла туда. Она говорит, хорошие люди, никаких зверей не увидела. Почему? Потому что она сама хорошая. Ее оттуда не выгоняют. Говорит, только ты нас можешь вытерпеть. Так если человек хороший сам, то вокруг него все хорошо. Понимаете? Он чистоту видит в людях. И он счастливо живет просто. Ему хорошая, у него хорошая жизнь. И она выглядит, как молодая девочка, хотя уже преклонный возраст. Я даже не понял, сколько она сказала, мне сколько ей лет. Я даже не ожидал, не поверил. Почему? Потому что человек любит всех. И он красив, понимаете? Это красота, когда любовь из человека исходит. Она нет возраста в этой красоте. И поэтому цель человеческой жизни увидеть чистоту в других. Увидеть эту красоту, этого мира. И тогда человек становится очень сильной жизнью позицию занимает. Сильную. Увидел красоте в близком человеке, стал счастливым рядом с ним. Увидел красоту в начальнике, начал развиваться. Увидел красоту в правителе своей страны. Начал любить родину там и так далее. Понимаете? То есть надо это все научиться видеть. Увидел красоту в своей вере. Оценил свою веру тогда. Понимаете? Там Бог тебе, допустим, с рождения дал какую-то веру. И ты что-то там никак не мог увидеть. Но если ты увидишь в ней красоту и чистоту, когда просто у тебя сердце распахнется, ты будешь счастлив. Понимаете? Бесконечно. Потому что никогда человек не ценит то, что имеет. Смотри, какая красота. Ей невозможно наглядеться. Плюша, плюша. Плюша, плюша. Плюша, плюша. Плюша, плюша. Но для того, чтобы это все видеть, нужно набраться силы, потому что видеть чистоту и красоту может только тот, кто вырвался из нужды своего сердца. Сердце постоянно стонет, дайте то, дайте сё, нуждается постоянно, человек вырвался из нужды своего сердца и начал что-то делать для кого-то. Вот что он может? Вот что ты можешь, с этого начинай, не с того, что ты не можешь, начинай с того, что можешь.